Господи помилуй, Господи помилуй Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь Из творения святителя Анна Златоустова Беседы о дьяволе, беседа вторая Пути покаяния многочисленны, разнообразны и различны И все ведут к небу Первый путь покаяния есть осуждение грехов Говори ты, чтоб оправдаться, Исайя 43, 26 Поэтому и пророк говорил Я сказал, исповедую Господу преступления мои И ты снял с меня вину греха моего Псалом 31, 5 Итак, осуди ты грехи свои Этого достаточно для Господа, к твоему оправданию Потому что осудивший грехи свои не так скоро решится опять впасть в них Пробуди внутри у себя обличителя, твою совесть Дабы там, на судилище Господнем, не иметь тебе обличителя Вот один путь покаяния прекраснейший Есть и другой, не хуже этого, состоящий в том, чтобы не злопамятствовать на врагов Сдерживать гнев, прощать грехи сарабам Потому что в таком случае простятся нам и наши грехи против Господа Вот и второе средство очиститься от грехов Ибо если вы будете прощать людям согрешение их То простит и вам Отец ваш Небесный От Матфея 6, 14 Хочешь знать и третий путь покаяния? Это пламенная усердная молитва Возносимая при том от самой глубины сердца Не видел ли ты, как та вдовица у милостивого жестокого судью? От Луки 18 глава А у тебя, владыка, кроткий, снисходительный, человеколюбивый Она просила о защите против врагов А ты просишь не против врагов, но о своем спасении Если же хочешь знать и четвертый путь покаяния То назову милостыню Она имеет великую и несказанную силу И на уходоносеру, который совершал всякого рода грех И всякое нечестие Даниил говорит Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой Искупи грехи твои правдою И беззаконие твоим милосердием к бедным Вот чем может продлиться мир твой Даниила 4.24 Что может сравниться с этим человеколюбием? После бесчисленных грехов После стольких беззаконий Грешнику обещается прощение Если он будет человеколюбив к своим сарабам Так же скромность и смиренно-мудрие Не менее всех сказанных средств Заглаждает грехи Свидетель тому мытарь, который не мог указать на свои добрые дела Но вместо всех таких дел Выставляет смирение И слагает с себя тяжкое бремя грехов Вот мы показали пять путей покаяния Первый Осуждение грехов Второй Отпущение грехов ближним Третий Состоящий в молитве Четвертый В милостыне Пятый Смиренно-мудрие Итак, не оставайся в праздности Но каждый день проходи по всем этим путям Потому что и пути удобные И ты не можешь отговориться бедностью Нет, хотя бы жил ты беднее всех Можешь и оставить гнев И смириться И помолиться усердно И осудить грехи Словом, бедность ни в чем не служит помехою И что говорю об этом Когда и на том И на том пути покаяния На котором нужно издерживать деньги Разумею, милостыню И там бедность нисколько не препятствует нам исполнить заповедь Это показала вдовица, положившая две лепты Итак, узнав способ врачевания наших ран Будем постоянно употреблять эти лекарства Чтобы восстановив в себе истинное здравие И вкусить нам с дерзновением священной трапезы И встретить с великой славой царя славы Христа И получить вечное благо Благодатью и щедротами человеколюбия Господа нашего Иисуса Христа Через Которого и с Которым слава держава Честь Отцу со святым и Всеблагим и Животворящим Духом Ныне и пресно и во веки веков Аминь Боже мне